День театра Станцуем на снегу Приготовьтесь Итак Роман для мечтателей от Сергея Лукьяненко Разберем от противного Утро понедельника Встречаем вместе с Дмитрием Петрухиным Ну что ж, друзья мои Давайте действительно начинать рабочую неделю И, как правило, есть 4 напитка Самых популярных в этом мире С которых вы начинаете свое утро На первом месте это вода, на втором месте это кофе Третье место это чай На четвертом месте апельсиновый фреш Так вот, друзья, оказывается Апельсины изначально это были гибриды Мандаринок и помелла Да, вот именно с такой новостью мы начинаем Это утро, о других новостях прямо сейчас В нашем дайджесте В Калужской области изменятся сроки перечисления ежемесячной выплаты из материнского капитала С июня деньги будут приходить 5 числа каждого месяца за предыдущий месяц, а не за текущий Переход к единому дню зачисления средств произойдет автоматически Родителям не нужно в связи с этим никуда обращаться Выплаты по новым правилам семьи получат уже 5 июня Уличные заплатки обходятся Калуге в копеечку Сейчас в областной столице экстренно проводят ямочный ремонт литым асфальтом Эта технология проверенная и не вызывает нареканий Однако закупать литой асфальт намного дороже обычного Поэтому гору права планируют возобновить работу муниципального асфальтового завода 28 марта произойдет редкое астрономическое явление Парад планет Юпитер, Меркурий, Уран, Марс и Венера выстроятся в одну линию на небольшом участке неба Его будет видно практически сразу после захода Солнца Заметнее всего будет Меркурий, Юпитер и Венера Если вы вдруг пропустите космическое явление То в следующий раз, но с меньшим количеством планет Его можно будет наблюдать в апреле Гигантское 180-метровое колесо обозрения Биэс Спиц построят в Южной Корее Конструкция будет состоять из 36 вагончиков Местительностью до 25 человек При полной загрузке аттракцион сможет катать до 11 тысяч гостей в день Колесо будет работать на солнечной энергии А открытие его планируется на 27-й год В Южной Корее запустили туры для домашних животных Отдыхающие могут взять с собой одного питомца и отправиться на остров Чиджу При этом ваш любимец будет сидеть в самолете рядом с вами В течение трех дней четвероногие туристы и хозяева будут посещать различные кафе, пляжи и парки Первые 50 путевок раскупили всего за 5 дней Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Хирургические операции для взрослых и детей в клинике «Остро» Профессиональные врачи Современное оборудование Собственный стационар Послеоперационная реабилитация В том числе бесплатные операции по полису ОМАЭС Подробности по телефону в Калуге 22 20 60 Точка ДЭС Профессиональная дезинфекция и уничтожение вредителей Дезинфекция любых помещений от насекомых Дератизация от грызунов Наши дезинфекторы прошли обучение в Санкт-Петербурге Точка ДЭС Без вредителей и точка Телефон 277 297 Пришла весна Тает цена На наши окна из ПВХ Подробности уточняйте по телефону в Калуге 55 11 67 На скорости 60 км в час Даже на сухой дороге Расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки Около 60 метров Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете Поэтому тормозите заранее Перед пешеходным переходом Внимание! Тормози заранее У тебя же сын А у меня дочь Чтобы она с катушек совсем не слетела Пристроить ее куда-нибудь, да? Ну, твой Максим-то тоже Долдон-то еще тот Совет да любовь У тебя завтра свадьба С Максимом Котковым Что? Что слышала? А невеста у нас отсутствует Она, конечно же, согласна Согласна Очень хорошо Прекрасно Выйти замуж за Пушкина Смотрите сегодня в 14.50 Всем еще раз доброе утро Вместе с вами утро первых Ну что ж, понедельник, 27 марта На календаре И как всегда в это утро Мы начинаем неделю вместе с медиаэкспертом Илья Одинова у нас в гостях Илья, доброе утро Здравствуйте Будем обсуждать самые заветные события прошедшей недели Ну, в частности, которые так или иначе связаны с 40-м регионом Одна из таких интересных новостей Которую мы не можем затронуть Обойтись стороной Это то, что мы продолжаем помогать Первомайску Что еще нужно нашему подшифрованному городу Вот И, во-первых, в чем мы начали помогать Какие это взаимоотношения Давно ли это происходит Да, и какие перспективы Вы же знаете прекрасно, что давно Сначала специальной военной операции Первомайск у нас Подшифный город И недавно Господь рассказывал на отчете Да, насколько объемна та помощь Которую мы оказываем этому городу А в 2023 году мы Ну, как минимум там В самом городе восстановим еще 30 Жилых домов Которые пострадали в результате обстрелов Около четырех социальных учреждений Это школы, детские сады, поликлиники Ну и понятно, что там очень много Будет проведено работ по восстановлению Коммунальной инфраструктуры Энергетической Чтобы, ну, город В городе было тепло Была вода Был свет Люди могли нормально жить За Калугу закреплено только Первомайск? Да Или еще Первомайск? Там сейчас работает В среднем За время Ну, стандартный день, грубо говоря Да Работает не менее 100 специалистов С Калужской области Ну, не случайно мы поднимаем эту тему Потому что, как отмечается В наших средствах массовой информации Калужские специалисты Восстановили Остекление детской школы искусств В Первомайске Да, вот так шаг за шагом Постепенно город приводим в порядок Так, еще одна новость В связи с тем, что Все-таки у нас погода Со знака плюс установилась И много дождей В эти весенние дни В последние весенние дни Возникли случаи подтопления И Владислав Шапша поручил МЧС Отслеживать поводковую ситуацию 24 на 7 Вообще, как сейчас обстоят дела С подтоплениями по региону? Ну, работают люди, как говорится Совершенно не зря Губернатор несколько недель назад Поручил оперативным службам Очень внимательно следить За погодой, за поводковой ситуацией За тем, как вообще Природа себя ведет Потому что, да, малоснежная зима Вот обернулась такой Обильной на осадке весной Работают действительно 24 на 7 Сегодня, я думаю, на правительство Эту тему также поднимут Соцсети у нас выступают Таким, знаете, своего рода Мониторинговым штабом Через который мы видим Где, ну, практически в режиме Реального времени, да Помимо всех официальных уже Способов Где действительно стоит Приложить усилия Люди сообщают На это очень быстро реагируют все Поэтому, ну, поводок Поводок переживем Ну, вот, в частности Подтепление и постоянные дожди Привели к тому, что В реках Калужской области Поднялся уровень воды В Боровском, Кировском районах И в городах Калуги Зафиксированы В пригородах Калуги Зафиксированы Небольшие подтопления Мостов и дорог Я не совсем понимаю Как мы можем справиться Со стихией Ну, честно говоря То есть, ну, если река поднимается Как мы можем остановить На что могут повлиять Сотрудники МЧС Может быть, из зоны подтопления Конечно, вывести людей Ну, а больше Это что, это стихи? Ну, конечно Здесь все усилия направлены На снижение ущерба И инфраструктуре И людям То, что Поводок все-таки Ну, да Такая Если начался То он Должен просто закончиться Вот И здесь Ну, вот Только слова благодарности Сотрудникам МЧС Да, сотрудникам Жилищно-коммунального комплекса Потому что, ну, действительно Люди стараются Замечательно Ну, будем надеяться Что совсем скоро Солнечная погода Подсушит нам Все, что накапало Дождем Еще одна новость Которая Действительно Стала заметной Это непосредственно Ее обсудили все Приезд нашего партнера Китайского В Москву Си Цзиньпинь На самом высоком уровне На государственном высоком уровне Это действительно было Серьезное протокольное мероприятие Это не просто дружеский визит Ее обсудили Уже во всех средствах Массовой информации В социальных сетях В интернете Мы оставим Так скажем Другим экспертам Обсуждение данной темы Ну, возможно Вы что-то прокомментируете Но все-таки Хотелось бы Данную новость Обсудить непосредственно Применительно К нашей Калужской области А в частности По итогам 2022 года Китай занял первое место Среди внешнеторговых Партнеров Калужской области Раз У нас успешно Реализуются Инвестпроекты Китайских компаний Таких как Фояу Стекло Рус И Япрус Автомобильный систем Ну, то есть Так или иначе Все связано С автомобильной промышленностью Регулярно Из логистического терминала В Орсен Отправляются Контейнерные Грузы по новому шелковому пути И тесные Побратимские отношения Связывают Обнинск И Калугу С городами Китая А также Обмен происходит Студентов То есть Калужский государственный университет Там обучается На данный момент Сейчас 15 студентов Из Китая И вот в ближайшее время В Шаньдуньский университет Отправятся еще И наши ребята То есть Ну, действительно Еще до Скажем так Всех Еще до спецоперации Еще до того Как прибыл непосредственно Глава Китая К нам Калужская область Тесно Начала сотрудничать С Китайской Республикой Да, да Работа, как говорится Идет Да, и тут действительно Есть, конечно Вот выделенные компании Они относятся к автопрому Но в целом Конечно Калужская область С Китаем Сотрудничает По всем отраслям Потому что Вот эти контейнерные грузы Да, вот товарооборот Он довольно Ну, первый Да, среди внешнеторговых партнеров И те товары Которые нужны Китаю А их очень много надо Да, Калужская область Производит И поставляет А вот и сами дружеские Да, вот эти Немножко, может быть Даже личные отношения Когда мы уже начинаем Обмениваться И студентами Когда установлены Побратимские связи Между городами Они тоже не вчера начались Да, Обнинск Там несколько лет Уже сотрудничает С Ну, единственным в Китае Наукоградом В статусе Наукограда Наукограда Городом И сейчас Когда уже прошла пандемия Когда мы Переводим Наши Отношения На немножко другой уровень Они будут только развиваться Уже в новом Их Так скажем Настало время Их обновить И усилить Поэтому и Калуга И Обнинск И в целом область Они здесь будут Развивать отношения с Китаем Сближаться Понимать Чем мы им полезны Чем они нам полезны И укреплять Нашу дружбу И взаимодействие Ну, кстати, более подробно О том, чем мы друг другу Взаимополезны Во-первых, напомним Что это за новый Шелковый путь Что это за логистические пути Где они проходят А во-вторых Чем именно Вот то, что вы заметили Калужская область В частности Может помочь Китайскому Китайской народной республике Какие товары Им интересно То, что производится у нас Ну, Китаю интересно На самом деле все Там от пищепрома До До Лесопереработки Потому что Огромная экономика Она впитывает в себя Все, что угодно И перерабатывает Производя товары То есть Не зря говорят Прямо о Китае Как первую мировую мастерскую Там действительно Очень серьезная промышленность Очень серьезное производство Вот И это все как раз таки Укладывается В формирование Новых логистических Цепочек Среди которых В том числе И новый шелковый путь Который уже Отчасти взаимодействует Но уже Если совсем там Далеко смотреть Это вот такой Протяженный Логистический коридор От Ирана До Китая Который проходит Через Россию Москву И в том числе Калужскую область Поэтому мы здесь Вновь Снова На Так скажем В авангарде Мировой геополитики Можно так сказать В авангарде Мировой торговли Поэтому Данное развитие Событий Такой вектор Ну на самом деле Сует Калужской области Много хорошего Ну что ж Друзья мои Илья Зинов Отвечал на наши вопросы Мы продолжаем Это утро первых Как работник телевидения Ответственно заявляю Плен телестен Из антиутопии Брэдбери Это далеко не Самое страшное Что может случиться С читателем Вот смотрите Современные дети По указке Родителей Нахохотались Над Денискиными Рассказами Походили по дороге Из желтого кирпича И рано или поздно Оказались В Хогвартсе А ведь оттуда Очень сложно Выйти на какую-то Другую Интересную Литературу Но ведь От взмахов Волшебных палочек Так логично Отправиться В сакраментально Романтичный Космос С живыми мечами Благородными рыцарями Коварными преступлениями И уникальной Возможностью Отдельно взятому Подростку Заручившись С помощью друзей Взять и спасти Весь мир Между прочим Это сейчас была Не эклектичная фантазия А творческий Пересказ Романа Сергея Лукьяненко Танцы на снегу Почитать, что ли? А что? Можно Но нужно лишь Роман был написан На рубеже 20-го и 21-го веков Но Так как сказочного И фантастического В образах, реалиях И отношениях Даже между людьми Там гораздо больше Чем реального Книга не устарела Ни на один парсе Более того Начало романа Это самое эффектное Начало Литературного произведения Приготовьтесь Итак В тот день Мои родители Воспользовались Своим конституционным Правом На смерть Стоп Что? Это Самое первое Предложение книги Самое шокирующее Прямо дух захватывает Прямо Сердце сбивается С такта А ведь там еще Так много страниц И Именно с этих слов Мы входим В крайне неприглядный Мир Неблагоустроенной Планеты карьер Где жители Вынуждены платить Даже за воздух И могут Воспользоваться Своим конституционным Правом на смерть Для того Чтобы ресурсов Хватило ребенку Мир генно-модифицированных Людей Мир космических Полетов Контактов с Инопланетянами И прямого Подключения Компьютера Через мозг Это настоящая Космическая опера В которой Сергей Лукьяненко Мастер Дирижер Один штрих Пара слов И вот мы уже На другой планете Причем Мы дышим Ее воздухом Мы понимаем Ее законы Однако Главные законы Этого произведения Далеки от Физических законов Или юридических норм Это законы Построения дружбы Это законы Зарождения любви Это законы уважения Этики И даже эстетики Словно балерина В пачке И на пуантах Пытается танцевать На снегу А снег-то холодный Кое-где твердый Кое-где мягкий Кое-где проваливается И режет ноги Только все равно Надо пытаться танцевать Надо стараться Стать лучше Наперекор природе Наперекор всему Иначе останется Только лечь снег И замерзнуть Навсегда Это была цитата Итого Вопросы есть А ответы Не очевидны Главный герой книги Тикерей Обычный подросток Который может Изменить весь мир Ну а что? Когда вам было 12 лет Вы не верили в это? А почему, интересно Мы сейчас утратили эту веру? Что нам мешает? Знания? Опыт? А может быть Нехватка книг Которые заставляют мечтать? В 21 веке? Мечтать? Да ладно Оно вам надо? Что и требовалось доказать Не танцуйте на снегу И не читайте Сергея Лукьяненко Итак, друзья мои Мы продолжаем встречать Утро вместе с вами Сегодня 27 марта На календаре Сегодня Всемирный день театра Но не только, собственно Театра, у которых мы искренне Поздравляем всех Профессиональным праздником Могут отмечать этот день Но и психологи тоже И по этому поводу Мы поговорим с профессиональным психологом Ирина Макаренко У нас в гостях Ирина, доброе утро Доброе утро Это как так получается? Что психологи Те же самые театралы? Ну, а почему нет? Инструмент один и тот же Конечно, согласна Ну и, в общем-то, вспомнишь Экспира Вся жизнь театр А люди в нем актеры И, в общем-то, по большому счету Это так Потому что мы очень часто играем В определенные игры И для нас это важно И для психологов важно понимать А кто ты? Получается, если говорим Терминами театра Кто ты в своей жизни? Ты все-таки актер? Ты на сцене? Ты только зритель и боишься играть? Либо ты режиссер? И вот этот момент Как стать зрелым? Мы очень много с вами говорили Про личностную зрелость Эмоциональную зрелость И перейти все-таки С различных позиций Все-таки в позицию режиссера Кто ты в своей жизни? Это же очень интересный вопрос Какие игры ты играешь? Да, очень многие психологи Задавались этим направлением И были невероятные исследования Я подготовилась Я прочитала много исследований Мне очень понравилось Такое большое масштабное исследование Школьников в Арканзасе В свое время Когда было доказано Что как раз именно театр Там было две группы испытуемых Одна группа читала книги в оригинале И смотрела записи То есть кино и так далее А другая группа смотрела Театральное представление Так вот Было доказано Что как раз способность к эмпатии Человечная способность понимать Способность считывать То есть по сути прокачка Такая хорошая зеркальных нейронов Была именно в группе Которая смотрела И это очень существенно различалось Смотрела именно театральные постановки Потом другие исследования Это были одни из первых Подтвердили в том числе Русские исследования О том, что именно театр Развивает эмоциональный интеллект Он помогает нам понимать других людей Понимать самого себя И как раз прокачивает коммуникацию А мы теперь с вами четко знаем Что коммуникация это топ-1 В общем-то всех софт-скиллов Всех компетенций Которые нужны для любой профессии Поэтому в общем-то теперь Не только терапия театром А скорее вхождение театра В обучение Об этом должен стоять вопрос Поэтому психологи здесь Да, и у нас в Калуге Я насколько знаю К нам даже в гости приходили коллеги Которые занимаются театром Именно через театр Они занимаются терапией Так называемые социальные театры Это уже такая не новая штука Причем один из российских режиссеров Начал эту историю И вот она сейчас как раз-таки Получила достаточно широкое распространение И абсолютно правильно Последние исследования показывают У вас может быть интеллект Как у Билла Гейса Примерно 170 Если нет эмоционального интеллекта Это абсолютно бесполезно Вы не будете столь успешны Конечно В этом мире Так собственно Какие вот практики Мы можем применить в театре И вот конкретно вы попадали в театр Который помогает психологически Взаимодействовать людям С друг с другом И вот налаживать Вот эту эмоциональную коммуникацию Во-первых, мой сын ходит в театр При нашем Калужском театре И я смотрю Насколько это важно для подростков Потому что тут же вопрос Не только того Когда я прихожу как зритель И то мы говорим О хорошей прокачке А он как зритель ходит? Нет, он ходит как раз Театральный кружок Который там для подростков Много времени существует И, ну, когда ты внутри Да, то ты получаешься В ситуации Когда ты не только взаимодействуешь Но ты находишь Самое главное взаимодействие С самим собой Когда ты научаешься Понимать, какое твое тело Как ты в пространстве Себя распределяешь Коммуникативно в пространстве Как ты учишься Самовыражаться Потому что для определенного возраста Не только для подросткового Все вопросы Связаны с тем Как я покажу себя Как я выгляжу Да, вопросы оценки Вопросы демонстрации Вопросы возможностей Проигрывания тех или иных Допустим сценариев Они достаточно остро стоят Вообще терапия театра Вот психологический театр Это же очень серьезный инструмент Арт-терапии Такой хороший И его можно рассматривать И для коррекции Каких-то уже расстройств И он показан в достаточно широком спектре Но и для того, чтобы понять И социализироваться Вообще вот Вхождение человека В какую-то социальную систему Очень плавно могло бы происходить Через театр Я бы, например, посоветовала Школе иметь театр Для того, чтобы социализировать учеников Очень хорошие исследования Как раз говорят О коррекции девиантного поведения Потому что Есть возможность Что-то проиграть И сейчас такое очень интересное направление Когда терапия происходит таким образом Когда человек приходит Актеры играют его историю И ты как будто можешь вынести Да, вот это вот как раз Больше юнговская концепция Такая психоаналитическая Посмотреть на то, что происходит В твоей жизни со стороны Подкорректировать Вмешаться Исправить Поучаствовать И таким образом Пройти вот такую интересную терапию Я бы вообще сейчас сказала Что за Как раз Психологическим театром будущее И в бизнесе, кстати, тоже Сейчас вот как раз 46-я школа города Калуги Потому что я знаю Что театральное направление На Кубика у них там развито Очень сильно Они прям вот Сидя аплодируют вам Да, так и есть Потому что у них С театром все в порядке Вот со школьной Скорее 100% А нам-то что делать взрослым Мы можем пойти просто В качестве зрителей И получить ту арт-терапию О которой вы говорите Конечно Конечно 100% Но смотрите Тут еще Вхождение театра Очень мощно идет сейчас в бизнес Есть такое понятие Как геймификация Слышали о ней? Да, да, да И даже есть профессия Геймификатор теперь Именно направление Психологическое То есть не тимбилдинг А геймификатор А это вообще разные вещи Разные вещи Тимбилдинг мы собрались Бросили напряжение Попрыгали, побегали Нам всем стало хорошо Это не даже про корпоративную культуру А скорее про Какое-то корпоративное Времяпрепровождение Которое объединяет коллектив Нет Геймификация Это же вообще И про асессуэн Про оценку персонала Это про обучение персонала И это про как раз Создание корпоративной культуры То есть это целое направление В бизнес-психологии Это во-первых А для нас с вами Конечно же Любой поход в театр У нас прекрасный Калужский театр Туда обязательно Мы вас любим и ждем Да Для того, чтобы как раз Посмотреть А все ли хорошо С нашим эмоциональным интеллектом Потому что Когда мы приходим Мы же по сути Видим Если брать Психоаналитическую теорию Мы видим вынесение Каких-то частей себя На сцену Кому мы сочувствуем Кому нет Что мы проигрывали Как мы чувствуем Как мы потом это обсуждаем С теми людьми С которыми мы пришли Со своими родными И это все очень Конечно помогает нам Для терапии Ну я сто процентов Могу сказать Что если мы ходим в театр Уровень невроза У нас будет снижаться Друзья мои Сегодня Международный день театра Если вы даже сегодня Не сможете попасть Ну потому что все билеты Раскуплены То возьмите билетик На грядущую Какую-нибудь премьеру Или спектакль Итак Еще раз поздравляем Всех профессионалов Которые имеют отношение К дню театра И далее передаем слово Нашей очаровательной Теперь уже нам Можно сказать И актрисе Ангелине Жуковой Поймите правильно Дорогие мои Всем привет Вчера ко мне пришел Важный инсайт Многие не понимают Что же такое Этот самый инсайт Не грустите Сегодня разберем Все популярные И такие часто Употребляемые Англицизмы Поехали Дедлайны горят Итак Дедлайн От английского Deadline Предел Черта Которую нельзя Переступать Мы называем Дедлайном Крайний срок Которому нужно Предоставить Выполненное Задание Работу Или какой-то Важный отчет Следующее слово Нетворкинг От английского Нетворкинг Установление Связей И знакомств На русском языке Имеет аналогичное Значение Где лично я Встретилась Впервые С этим словом На фестивале Для студентов Первый же день Нашего приезда В расписании Стояло слово Нетворкинг Многих Оно смутило А те Кто немного Знаком С английским Сразу поняли Будет Знакомство Обычно Его проводят В игровой форме Кстати И в бизнесе Нетворкинг Широко используется Идем дальше Skill Я думаю Это слово Знают многие От английского Skill Навык Умение Умейте вы Классно Что-то делать Например Хорошо готовите Разбираетесь В маркетинге Великолепно Поете Это все Ваши скиллы Обычно Это слово Употребляется Во множественном числе И обозначает Ваши Профессиональные Навыки Теперь Любители сериалов Услышат Знакомое Словечко Триггер От английского Trigger Спусковое устройство Механизм Приведения В действие В английском Говорят так To pull the trigger Нажать На спусковой Крючок Это выражение Можно встретить В литературе Или в фильмах В русском Это то Что спровоцировало Некое действие Является Триггером А если проще Это синонимы К словам Катализатор Ускоритель На очереди У нас Фидбэк Наверняка Слышали Что-то вроде Я не получил Никакого Фидбэка От английского Feedback Ответная реакция Обратная связь Если вы Выступаете На публику Или даже На какую-то Небольшую Группу Людей Взаимодействуете С ними Задаете Вопросы То обычно Получаете Обратную связь В социальных Сетях Также часто Используют Этот термин Фидбэком Можно назвать Любой ответ На запрашиваемую Информацию Ответ на вопрос Или комментарий К нему Ну и на десерт Долгожданный Инсайт Если перевести С английского Инсайт Это проницательность Понимание Способность Проникать В суть Например При возникновении Затруднительного положения Вот все плохо Нет выхода Вдруг Вы совершенно Внезапно Находите Пути решения К вам в голову Пришла гениальная мысль Вас осенило Это и есть Инсайт Или вы Придаете новый Смысл тому Чего раньше Не замечали Или к чему Не испытывали Особого интереса Это мы тоже Называем Инсайтом Теперь смело Можете включать В свою речь Новые слова Прокачивать Свои скиллы Соблюдать Дедлайны Ловить инсайты И получать Фидбэк Иксо Байбай Ох Друзья мои Подтверждается Что Ну я имею ввиду Нашими учеными О том что Слишком большое Потребление мяса Может привести К старению организма Но поверьте мне Если вы будете Мало есть мясо Будет еще хуже Поэтому сейчас На завтрак Что-нибудь такое Плотненькое Мясное Для того чтобы День И вся неделя Были удачными Далее новости В нашей программе Калужские аграрии Сейчас готовятся К началу весенних Полевых работ В этом году Посевные площади В регионе Увеличат на 20% На следующей неделе Региональный Минсельхоз Проведет Смотр техники Калужской машинной Технологической станции И как только Позволит погода Техника сразу Выйдет в поля Бабынинская картошка Повышена в звании Теперь это не просто Местный народный бренд А официально зарегистрированный Сорт Он так и называется Бабынинский картофель Его целых 12 лет Разрабатывали в Калужском научно-исследовательском Институте сельского хозяйства Два крупных предприятия Уже его используют Сейчас в работе института Еще 4 сорта Различных культур Рекордную шаурму Завернули в Узбекистане На приготовление Потратили около 100 килограммов мяса 40 килограммов помидоров И огурцов И огромное количество Кетчупа с майонезом В создании шедевра Приняли участие 100 поваров А после фиксации рекорда Все приготовленное Раздали зрителям Ангелина Жукова Стала самой харизматичной Студенткой Титул присудили На конкурсе красоты И таланта Королева студенчества Союзного государства Всего нашу страну Представляли 6 девушек Участницы прошли 6 заочных этапов А самым главным Испытанием стал финал В котором они показали Свои творческие номера По итогу Королевы студенческой харизмы Признали нашу коллегу Ангелину Жукову С чем мы ее и поздравляем А главный приз уехал в Якутию Вместе с Аыной Пудовой В объединенных Арабских Эмиратах Представили летающий мотоцикл Предназначенный Для поисково-спасательных операций Он сможет летать Со скоростью до 80 км в час В течение 40 минут подряд Ховербайк поднимается в воздух На 20 метров А весит 300 кг Пользоваться им будут Для спасательных операций В труднодоступной местности Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Выпьем Лиза Бакт Субтитры создавал DimaTorzok 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 Далеко от DimaTorzok Далеко от телевизоров не отходите Еще встретимся Друзья мои, через несколько часов Стартует чемпионат, региональный этап чемпионата Молодые профессионалы Студенты колледжа и техникума Будут соревноваться в своем мастерстве и квалификации Что это за чемпионат, на каких площадках он будет проходить Среди, собственно, кого и как мы подготовились к этому Будем разговаривать вместе с заместителем министра образования и науки в Калужской области Денис Юрьевич Зубов у нас в гостях Доброе утро Денис Юрьевич, молодые профессионалы пришли на смену чемпионату WorldSkills, насколько мы понимаем, да? Дмитрий, только не молодые, а просто профессионалы Просто профессионалы? Да, произошел глобальный перезапуск в нашей стране чемпионатного движения В прошлом году мы вышли из международного движения WorldSkills International И у нас был прошлый год такая определенная пауза У нас шло переформатирование стандартов, перевод их на отечественный лад, переподготовка экспертов И в этом году Федеральное министерство просвещения запускает два больших чемпионата Чемпионат рабочей профессии и профессионалы Где могут принимать ребята, студенты и школьники Это вот тот, о котором мы говорим Да, который стартует сегодня И второе направление это чемпионат сквозных технологий Это самые передовые, новейшие технологии И два финала будут проходить в разных городах в конце этого года Первый чемпионат профессионалы будет проходить в Петербурге А чемпионат сквозных технологий будет проходить в Великом Новгороде Ну а у нас стартует региональный этап Лучшие поедут на всероссийский этап Насколько сильны изменения? То есть вы говорите, что прошла передподготовка Нельзя было просто действительно сохранить тот формат, который существовал Ну потому что он уже много лет существовал Мы, в принципе, наблюдали, как это все происходило Что именно вы постарались изменить И какие особенности будут у современного чемпионата? Конечно же, мы сохранили лучшее То, что возможно и нужно применять здесь У нас в России Россия была 10 лет ассоциированным членом WorldSkills International На территории нашей области прошло 6 чемпионатов Молодые профессионалы по стандартам WorldSkills Что происходит, какие изменения? В первую очередь мы ориентируемся на современного российского отечественного работодателя Это самое важное И важно то, что теперь у нас во всех компетенциях будет присутствовать индустриальный эксперт То есть это представитель работодателя, который будет выдавать свою оценку вместе с преподавателями колледжей Второй важный момент У регионов появляется максимальная возможность добавлять свой региональный компонент Есть свои местные производители, предприятия, заводы, фабрики И до 30% каждый эксперт вправе применять местную региональную специфику На каких площадках будет проходить, в частности, в Калуге чемпионат? В этом году у нас 4 площадки Мы локализовались в областном центре Это удобно с точки зрения логистики, с точки зрения профориентации Потому что более 3000 школьников мы планируем посидеть наши площадки Это задействованы у нас 4 колледжа 2 колледжа, это Калужский техникум электронных приборов на маршала Жукова 35 У нас первая площадка, вторая площадка тоже на маршала Жукова, только уже 53 Это коммунально-строительный техникум Здесь будут специальности строительные представлены в основном Третья площадка, это Калужский колледж экономики и технологии на Новослободской 25 Здесь будут представлены профессии, специально связанные с поварским делом, с хлебопечением И другими направлениями, связанные с приготовкой пищи И четвертая площадка, она достаточно традиционная Это Калужский технический колледж, адрес Терепетская 10 Там у нас будут сосредоточены такие крупные индустриальные компетенции Вот тот чемпионат, который у нас проходит, он же, как мы уже обозначили, не только для студентов, но и для школьников А любой приличный студент и школьник, они собирают свое, так называемое, резюме И вот при поступлении школьникам, предположим, победа в этом чемпионате, она как-то в зачет идет? Конечно, только нужно обратить внимание, что именно победа на федеральном этапе, на всероссийском этапе Она засчитывается наравне с федеральными олимпиадами и конкурсами, которые проводят Министерство просвещения И, естественно, они входят в общий зачет портфолио, и вузы это будут учитывать Есть какие-то специальности, которые пока мы еще не принимаем в этот чемпионат, но в перспективе идет работа для того, чтобы начать работу в этом плане? Конечно, в этом году мы стартуем с тем багажом, который у нас есть, но у нас большое поле перспективных профессий и специальностей В прошлом году мы создали в числе 42 пилотных регионов кластер машиностроения Мы закупили большой станочный парк, связанный с обработкой металла, с аддитивными технологиями И в этом году у нас идет такое сейчас обучение специалистов, наших студентов И в следующем году мы стартуем по специальности работу на станках ЧПУ, аддитивные технологии Второй важный момент, в этом году у нас открывается площадка федерального технопарка Там закуплено уникальное оборудование, это работа с композитными материалами, лазерные технологии, выращивание кристаллов и много-много всего другого Это тоже хороший задел на следующий 24-й год Сколько дней будет длиться чемпионат, и как ребята потом будут готовиться к всероссийскому этапу? Чемпионат будет проходить на этой неделе, он завершится у нас в конце этой недели По итогам мы подведем итоги, будут награждены победители А что касается дальше, естественно, лучших мы формируем региональную сборную И дальше у нас будет идти полномерная подготовка на всероссийский этап уже в формате региональной сборной А всероссийский этап когда уже состоится? Всероссийский этап будет проходить в ноябре этого года То есть есть время на подготовку? Есть время подготовиться, да Вот наши телезрители, если вдруг они заинтересовались и хотят посмотреть на перспективную молодежь И на наших молодых специалистов, да Они могут прийти в качестве зрителей поучаствовать в этом мероприятии? Или все-таки это мероприятие закрытое исключительно для профессионалов? Нет, мы, конечно, понимаем, что это специфика площадки образовательного учреждения Естественно, здесь у нас паспортный контроль И по паспорту можно будет пройти, удостоверив свою личность То есть можно прямо понаблюдать за тем, как все будет происходить Можно будет понаблюдать, да Ну что ж, друзья, мы вот сами все слышали Мы желаем успехов молодым специалистам Для того, чтобы все у них в чемпионате сложилось И много чемпионов от Калуги поехало на всероссийский этап Далее, друзья мои, я передаю слово нашему коллеге Степан Амелин Возможно, самый технологичный блог называется он «Дома не поймут» Этого дня боялись все телевизионщики-коллеги В буквальном смысле содрогались при виде этого силуэта Все как могли максимально оттягивали этот момент Но он все-таки настал Заинтригованы? Подробности расскажу прямо сейчас На днях появилась новость о том, что в Ставропольском крае Нейросити начали отбирать работу у людей Речь идет о ведущей прогнозе погоды снижания Тумановой Которую полностью сгенерировал искусственный интеллект Вот как она сама о себе заявляет Я не болею, не ухожу в отпуск и мне не нужен обеденный перерыв Но хватит обо мне Давайте о погоде Да, продуктивности у машины не занимать Снежана выходит в эфир пять раз в день Для тех, кто не представляет себе работу в эфире Скажу, что это колоссальный труд До этого момента прогноз погоды готовили люди А именно Алексей Форсиков С ним нам и удалось пообщаться Я уже три года погоды рассказываю И, наверное, как-то наступает пора Когда зритель, я уже надоел И какой-то нужен другой человек Но мы решили, а почему бы нам не пойти Вот как сейчас все делают По нейросетям И пошли бы в сторону нейросетей Мы использовали несколько нейросетей Одна из них делает, собственно, текст Другая генерирует это прекрасное лицо Снежана Туманова И вот в итоге получилось То, что получилось, то, что все обсуждают Имя девушки придумали не случайно За основу взяли региональный бренд У нас город Ставрополь стоит на горе Уважаемые жители Калуги И у нас, если, допустим, в том же Невиномыске Который в 40 километрах будет солнце То у нас может быть туманище Притуманище вообще Даже снег может идти Город довольно высоко на Довнем море находится И у нас не туман даже А облака цепляются за город И поэтому вот такой туман Ну и у нас бывает так, что весной снег долго лежит Поэтому Снежана Как рассказывают коллеги, нейросеть произвела фурор Многие оценили креатив телевизионщиков И требуют продолжения Но есть и те, кто сомневаются в уникальности разработки Сами создатели не спешат раскрывать все карты Но завесу тайны технического процесса Нам приоткрыли Выходит она на зеленом фоне Как на тряпке На хромакее, простите Потом мы подкладываем графику И вот так получается Однако, несмотря на все преимущества робо-ведущей У нее все-таки есть минусы Как признаются сами разработчики В ближайшее время предстоит поработать с речью Да и тексты Снежана не идеальные пишет Работу редактора, по всей видимости, никто не заменит Кстати, Ставрополь задают тренды После публикации этой новости Некоторые региональные телекомпании Тоже решили похалявить Так, например, виртуальный ведущий Появился на Пермском ТВ В качестве теста парня поставили рассказывать мировые новости Продолжит мой виртуальный коллега В Абу-Даби представлен адаптированный под условия пустыни Летающий мотоцикл Икс Туризма Но, несмотря на его успех На телеканале заявили, что реальных ведущих Искусственный интеллект пока что не заменит Так как они не вызывают той эмпатии Которую формирует хороший тележурналист Кстати, говоря об эмпатии Отличите, перед вами живой человек или нет? Очевидно, что нет Так как мы говорим в выпуске все-таки Про искусственный интеллект Но наши друзья-китайцы Продвинулись в этом деле намного дальше На видео улыбчивая брюнетка По имени Жень Сяужун Новое лицо телеканала Может работать 24 часа в сутки 365 дней в году Девушку наделили искусственным интеллектом И навыками тысячи коллег-профессионалов телевизионного ремысла По словам телеведущей, она планирует выходить в эфир Как из студии, так и с места событий И сможет осветить любую тему От образования до снижения налогов Тут коллеги из Поднебесной и с голосом поработали И с графикой Но не мудрено, они экспериментируют с этим Уже на протяжении 5 лет В России же флешмоб ведущих роботов Только в стадии зарождения Внесу я свою лепту Если вас восхищает работа нейросетей Значит вы привыкли к слабым текстам людей Очевидно, что Степан Амелин лучший ведущий Он меня не бил Ни один робот при съемке блога не пострадал Спасибо, но все-таки вернемся в реальность А то такого дома точно не поймут Друзья мои, ну что ж Сегодня 27 число на календаре 27 марта, понедельник Мы встречаем эту неделю с двумя праздниками Во-первых, театралов мы уже поздравили А еще сегодня день войск Росгвардии И эти события мы решили отметить с музыкой Итак, если вы готовы Тогда творческий сюрприз от программы Утро первых Встречаем! Субтитры создавал DimaTorzok Псанья Пока еще с вами мы живы И правда за нами Там сверху на нас кто-то смотрит Родными глазами Они улыбались, как дети И в небо шагали Встанем И ближе к ним станет Встанем Пока с нами рядом Господь И истина с нами Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали За тех, кто нашел свое небо И больше не с нами Встанем И песню затянет Встанем И бьется сильнее в груди Наша вечная память Между нами Встанем И кровь и России Останутся в наших сердцах На концах Встанем Встанем И вспомним всех тех, кто мы в этом огне потеряли Кто шел умирать за свободу, а не за медали Я знаю, что мы обязательно встретимся с вами Встанем И все разрастяем И посм經ange Встанем И nous И И Встанем И бьется сильнее в груди Наша вечная память между нами Встанем, герои России Останутся в наших сердцах до конца Встанем, герои России Останутся в наших сердцах до конца Росгвардия Росгвардия это не только люди в балаклавах, но и музыканты, в руках которых рождается музыка Рядом со мной стоит солистка Калужского оркестра Росгвардии Татьяна Тимошкина И руководитель и по совместительству дирижер оркестра Виталий Якунин Это самый первый вопрос, который волнует меня и наших зрителей Когда вас и где можно увидеть? Мы участвуем в парадах, естественно майские мероприятия, очень часто мы играем Сегодня 27 марта, ваш профессиональный праздник Будете ли вы где-нибудь выступать? Конечно Где? Пригласите зрителей наших С радостью, но в воинской части В воинской части, то есть просто так обычному гражданскому человеку прийти нельзя К сожалению Ладно, тогда рассказывайте, какой у вас репертуар, все-таки военный коллектив? Ну, наш репертуар входит в произведения только военной тематики, но и в общем популярные произведения Хорошо, расскажите, пожалуйста, сколько у вас человек, насколько это камерный оркестр или наоборот большой? Оркестр на самом деле не очень большой, но в принципе для того, чтобы исполнять музыкальные произведения данной направленности этого достаточно При условии, что каждый музыкант профессионал своего дела Это долгое время тратится на подготовку и на разучивание, люди своего дела работают правильно Таня, следующий вопрос к вам Расскажите, как в таком мужском военном коллективе оказалась такая хрупкая, красивая девушка? Меня пригласили в этот коллектив, увидели на концерте и пригласили к ним Теперь я с ними и я очень счастлива Ну, прекрасно Виталий, вы дирижер-руководитель, но я вас видел и за клавишами Вы знаете, это признак хорошего руководителя Так получается, что в некоторых произведениях должен участвовать, потому что иногда, конечно, нехватка людей Ну, в целом справляемся Еще он играет на трубе То есть вот такой вот многополярный руководитель Вам повезло, ребята, я вам честно скажу И еще я вот так вот краем глаза заметил, что помимо того, что оркестр играет, он еще и поет Духовая музыка, она прекрасна, но в наше современное время все-таки песни, они более популярны Насколько обширна ваша география в смысле выступлений и выезжали ли вы вообще за Калугу? Конечно, выезжали, это и Москва, и в Санкт-Петербурге мы участвовали, ставили рекорд Гиннесса по большему количеству исполнителей гимна То есть у вас есть уже свой рекорд Гиннесса, верно? Можно так сказать, наш всеобщий, всей страны Да, мы принимали участие Да, принимали участие Спасибо большое вам, Виталий Друзья, а у нас для вас есть еще один музыкальный подарок, чтобы ваше утро было бодром Друзья, а у нас есть еще один музыкальный подарок, чтобы ваше утро было бодром Друзья, а у нас есть еще один музыкальный подарок, чтобы ваше утро было бодром Друзья, а у нас есть еще один музыкальный подарок, чтобы ваше утро было бодром Друзья, а у нас есть еще один музыкальный подарок, чтобы ваше утро было бодром Друзья, а у нас есть еще один музыкальный подарок, чтобы ваше утро было бодром ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А я напоминаю, что активнее участвовать в нашей программе Вам поможет наш телеграм-канал УПС. Утро первых сообщает. Обязательно подписывайтесь. Все, что не вошло в наш программу, а также еще больше активности специально для вас, наши любимые телезрители и друзья. Но мы сделали все, чтобы ваше пробуждение было ярким и интересным. Каким будет день, и вся неделя зависит исключительно от вас. Утро первых. До встречи завтра ровно в 7 часов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА